Доброе утро, вы слушаете Финам.ФМ. Меня зовут Елена Лихачёва. Здравствуйте. Вот практически последние полгода всех рестораторов, которые приходили к нам в программу, я пытала, мучила, спрашивала, какой же сейчас формат самый востребованный, какой же формат сейчас наиболее выгодный. Они не сильно колются на подобного рода вопрос, но вот что удалось вытянуть. Один формат, который условно можно назвать пиво-мясо недорого для мужчин, и второй формат, это в общем даже на первом месте он стоит, это, конечно же, кофейни. Вот не знаю почему, и согласится ли с этим наш сегодняшний гость, ну, скорее всего, согласится. Евгений, доброе утро. Доброе утро. Итак, кофейни, действительно ли это по-прежнему настолько востребованный формат, что сейчас все чаще можно в каких-нибудь, не знаю, деловых новостях услышать мысли или уже готовые решения вот такого формата, предложенного здесь в Москве? Ну, безусловно, это самый, наверное, распространенный во всем мире формат, формат кофеин, это то место, где можно зайти, провести время, с кем-то встретиться, что-то перехватить, самое главное, выпить чашку замечательного кофе и побежать дальше. Мы все занятые люди всегда на бегу, всегда куда-то мы спешим, поэтому, наверное, это не есть главный русский формат, наверное, есть главный мировой формат. Главный мировой формат. Это связано с тем, что, в принципе, чашка, на чашке кофе можно сделать довольно большую прибыль. В принципе, марша сейчас с чашки кофе, наверное, составляет, ну, наверное, наилучший вариант. Сложно найти какой-нибудь еще продукт, на котором можно так зарабатывать, как вот просто на кофе. Ну, я бы сказал, наверное, в какой-то степени да, но идея находится не вокруг заработка кофе, а идея находится вокруг, наверное, подхода, что это такой некий якорь, некий локомотив самой кофейни. То есть нам постоянно нужно взбодриться, наверное, кофе является тем продуктом, который нас может взбодрить и дать нам возможность двигаться дальше по нашему сложному дню. Вам не кажется, что действительно людям, которые сейчас владеют одной кофейней, ну, это такой сейчас не сильно выживаемый вариант, конечно, лучше владеть там сетью кофейней. Действительно, у них очень сложный день, вообще сложная жизнь, потому что таких заведений становится все больше и больше. Вот этот рынок, он сейчас, на ваш взгляд, представляет из себя что? Не слишком ли он перенасыщен? Ну, еще с приходом, не знаю, там, Starbucks и так далее, там, все его боялись, пугались. На самом деле, наверное, даже лучше как-то получилось для всех, кто работает на этом рынке. Но, тем не менее, вот на данный момент, что он из себя представляет? Ну, вы знаете, я не могу сказать, что я вырос на Западе, но достаточно много времени я там провез. И все, что я вижу и считаю, конкуренция всегда была, есть и будет лучшим двигателем всего, что происходит в мировой экономике. Поэтому конкуренция, как только она появляется, например, мной супер приветствуется. Отсутствие конкуренции заставляет нас остановиться, присесть и, скорее, рано или поздно заснуть. В данном случае, конкуренция действительно на российском рынке совсем недавно появилась в достаточном объеме. Она есть, и, наверное, она позволяет на сегодняшний день именно рынок кофеин двигать и развивать быстрее, чем многие другие сегменты. А вы действительно думаете, что он развивается? Вот я такой житель Москвы, постоянно перемещающийся по столице. Я действительно иногда, мне что-то нужно перехватить, взбодриться, как вы говорите. Поэтому я такой частый посетитель различного рода кофеин. Но у меня в последнее время, знаете, нет такого ощущения, что я захожу в разные заведения. Я захожу, и у меня все время такое ощущение, что это все одно и то же, только какие-то разные вывески. Их сейчас действительно очень много. И я уже просто не отдаю себе отчет, в какую кофейню зашла. У меня нет любимых, они все одинаковые. У них у всех практически один и тот же ассортимент. И это все настолько как-то скучно. Ну, некоторые пытаются выделиться, не знаю, за счет атмосферы, за счет, не знаю, каких-то цветов в интерьере. Определенные, какие-то зелененькие, или только у нас тут все красненькое и так далее. Но это все какие-то жалкие потуги. А вот, в принципе, у всех все одно и то же. Это нормально, по-вашему, в условиях такой, как вы сказали, конкуренции в достаточных объемах? Ну, наверное, нет. Наша главная идея, давайте немножко о нас. Что мы делаем? Ну, это, наверное, есть одна из основополагающих нашей философии. Каждую открывающуюся кофейню мы стараемся сделать другой. И другой не только по интерьеру. Безусловно, интерьеры у нас все разные. Эти мы, как бы, отличаемся от многих. Но это, наверное, не самое главное. Самое главное, я даже бы заметил, это то, что нельзя потрогать руками. Это создать некую атмосферу комфорта. Сказать, что у нас это получается, ну, хочется сказать, да. Мне нравится. Многим нравится. Мы хотим каждое место сделать тематическим в какой-то степени. Люди должны прийти, почувствовать себя комфортно. Вот, знаете, комфорт, хорошая, добрая такая атмосфера, располагающая. Да, это все такие абстрактные понятия, которые нельзя пощупать. Но я точно знаю, что люди, профессионалы своего дела, они знают некоторые составляющие такие материальные, которые обязательно должны быть. Они могут быть другие какие-то там, да, могут быть, могут не быть. А вот есть некоторые вещи основополагающие, которые обязательно должны быть, чтобы была такая вот добрая, комфортная атмосфера. Давайте их попробуем сейчас перечислить. Ну, вот, например, прям совсем вот конкретные материальные вещи. Для того, чтобы было уютно, тепло и подружески так, что должно быть в кофейне? Ну, давайте представим, мы с вами заходим утром в кофейню. Так. Что мне напомнит, что я действительно в кофейне? Самое главное и самое первое. Запах. Запах кофе, прекрасно. Вот, безусловно, запах какой-то выпечки, запах кофе должен меня встречать. Это вот некое здрасте. Вот я, кстати, тут заметила, потому что иногда, когда я захожу в кофейню, первое, что меня встречает, это удушающий запах какой-то, я даже не скажу, еды какой-то жратвы, потому что это действительно так, вот. Или, например, сигарет. Вот. И при этом, если еще плохо проветривается, это просто алис, особенно если это летом. Хорошо, ладно, запах действительно основополагающая вещь. В любом заведении, только в кофейне. Сейчас такой прям рецепт сейчас напишем. После того, как мы почувствовали прекрасный запах кофе, наверное, следующее, мы осмотримся глазами, и все, что мы увидим, должно радовать глаз. Это должны быть некие добрые, ласковые, ненавязчивые цвета. Раз. Это должна быть витрина, посмотрев на которую хочется что-то поесть. Это не должна быть, как сказали, жратва с ее терзающим душу запахом. Да, да. Вот. Это должно быть эстетично, это должно быть аппетитно. Цвета, вернусь к интерьеру, это должны быть добрые цвета, это должна быть комфортная мебель. Теплые такие, да, не холодные? Не холодные, теплые цвета, это должна быть комфортная мебель. Комфортная мебель, что вы имеете в виду? Она обязательно должна быть из натуральных материалов? Нет. Какая? Она должна быть удобная. она должна быть без каких-то особых изысков в дизайне, потому что мы все-таки ищем комфорта, мы не ищем некий эпатаж такой, терзающую душу. Все-таки мы ищем комфорта. Я возвращаюсь к этому слову уже не первый раз, но наверное, это важно. Мы же в кофейне, мы хотим зайти, выпить чашку кофе, может сделать какие-то звонки, может поработать с интернетом. Ну, кофе, какая-то булочка, интернет, пару звонков, это может быть встреча, это может быть просто подготовка к какой-то завтрите в течение дня. И все. И мы как бы зарядились некой энергией вот такой доброй, семейной. По большому счету, когда-то это происходило все на кухне. И в присутствии мамы или бабушки или супруги. Сейчас, наверное, это выносится из формата дом-кухня в формат, ну, в моем понимании кофейни. Тут, конечно, ключевой момент, это люди, которые там работают, начиная от хостеса, заканчивая официантом, или там человек, который стоит за стойкой, представляет вот этот ассортимент, да, как вы сказали, он должен быть ярким и располагающим к тому, чтобы его попробовать, да. Как мне кажется, и как мне говорили практически все рестораты, да и вообще все люди, которые связаны в Москве с сервисным бизнесом, вообще в России. Не обязательно с сервисом, вообще с любым. Самое сложное, что может быть в ресторанном бизнесе или в бизнесе вообще, это люди, которых нужно действительно клиентно ориентировать правильно, обучить их и потом еще удержать их, чтобы они у тебя еще остались при этом, да. Я так понимаю, по вашей улыбке у вас все то же самое, примерно. Да нет, вы знаете, я не буду грешить и жаловаться на персонал. Но скажу другое. Сам формат, который мы создали, это одна из наших философий. Как можно меньше посредников между вами должно быть и... И кофе. И кофе, да. Это означает, что самообслуживание? Нет, вы знаете, у нас, я бы не называл это самообслуживание, это называется заказ от стойки. Это немножко другое. То есть вы захожете, делаете свой заказ, берете, у нас есть такая некая рука, помощи называется, рука помощи. Вы садитесь, ставите перед собой руку помощи. Это значит, что ваш заказ вам будет доставлен в течение ближайших нескольких минут. Это сокращает сам процесс. То есть у нас официантов нету, нет официантов. Значит, мы не должны думать, насколько вежливо будет сервис. Его нету. Мы убираем этих посредников, вы получаете свой кофе. Слушайте, это разумно. Чем добиваться бесконечно вот этого гостеприимства, и непонятно вообще, добьешься или нет, особенно если это сеть. Это очень сложно, текучка, как всегда, огромная. И для всех действительно это проблема. Вы решили от проблем просто избавиться. Да. Ну что, разумное такое бизнес-решение. В общем, такой полу-Макдоналдс, да? Что-то вроде. Ну, не совсем. Макдоналдс, вы должны подождать своего заказа и, соответственно, с ним отправиться к столику сесть. Здесь же вы делаете заказ, все, вы садитесь, кофе вам будет приготовлено, или, ну, чтобы вы не заказали, вам будет доставлено к вашему столику в течение нескольких минут. Вот это, кстати, разумно, потому что я, допустим, часто хожу в тот же Старбакс, и меня вот немножко раздражает, когда стоите у стойки, мне потом там, кофе для Лены. Ну, спасибо, да. Это, конечно, может быть, для нашего менталитета не совсем еще привычная история. Уже есть вопрос. Сколько стоит открыть в Москве кофейню? Конкретный очень тоже вопрос. Ну, если это стандартный формат, мы говорим от 150 до 250 метров, это где-то от 350 до 500 тысяч долларов. Включая аренду за какой-то период, или это не включая аренду вообще? Ну, несущественно, скажем, включая. А вообще аренда вот в данном формате, это большой расход? К сожалению, на данный момент да. Аренда является определенной сложностью в Москве, в частности, и она немножко тормозит сам процесс для всех, не только для нас, наверное, для всех, но вместе с тем это решаемый вопрос, и я думаю, что со временем все-таки дикий-дикий не Запад, а Восток превратится все-таки в более цивилизованное. А что вы имеете в виду конкретно? Ну... Неадекватные цены? Немножко они неадекватны на данный момент. Я считаю, что они завышены, и некая эйфория вечного роста, вечного расцвета, вечного движения вперед, это где-то должно остановиться, это не может продолжаться вечно. А что, кризис разве не подправил эту ситуацию? Подправил. Ну, а сейчас опять все то же самое? Пружина начинает выпрямляться опять. Но при этом есть какие-то позитивные вещи, например, залы игроковых автоматах, я все-таки надеюсь, что рано или поздно они исчезнут, не с лица земли, но хотя бы с карты Москвы и России, дадут возможность появлению каких-то более вменяемых цен, потому что спрос и предложение определяют рынок. А ведь вас же интересуют исключительно рядом с метро и центровые такие, да, вот такой локейшн, такой очень-очень-очень проходимый. Ну, правда? А такие места, лакомый кусочек для очень многих бизнесов и очень многих форматов, ресторанов и кофейн, да? То есть вот еще днем с огнем не найдешь, правда? Ну, при этом это не должно быть обязательно метро или там прямо напротив выхода. Желательно, конечно, то есть людской поток, безусловно, определяет популярность места, но если мы создаем некую группу лояльных наших посетителей, то это не должно быть, это не должно быть где-то в спрятанном маленьком переулочке, но это может быть просто на людных улицах и все. Это не должно быть непосредственно при выходе из метро. Когда делают в небольшие такие вот кофейни, когда делают в бизнес-центрах? По-вашему, это наиболее выигрышный вариант? Вот сейчас пошла такая мода, практически везде в цоколе обязательно, в цоколе бизнес-центрах обязательно какая-нибудь кофейня располагается. Если это большой бизнес-центр, то, безусловно, это обеспечивает некую проходимость, поэтому это обеспечивает оборот и дает возможность достаточно привлекательности такого места. Это некий формат, да, я считаю, что он приемлем, я бы на него не ориентировался, мы ориентируемся на него очень частично, но, безусловно, это формат, да. У вас такой заметный дизайн, я хочу спросить, где вы делали его и сколько такие услуги, в принципе, могут стоить? Ну, действительно, грамотно сделано просто. Спасибо, да. Поэтому хочется спросить, сколько стоит и кто делал? Нам помогало английское агентство. То есть не наше. Я так и думала почему-то. Ну... Да, извините. Я уверен, что в России есть талантливые люди, но в данном случае действительно нам делали англичане. Это не стоило каких-то заоблачных денег, стоило порядка 30 тысяч долларов сама первичная разработка, ну и там кое-какие расходы потом. Нам очень понравилось сразу, это некий формат от спокойного и близко к кофейному цвету, от зеленого и салатового, то есть зеленое кофейное зерно, то... Что называется съедобные цвета. Съедобные цвета, да. Ну там есть, конечно, один не сильно съедобный, но тем не менее. Сильно незрелый, скажем так, кофе. Должен быть не... Все цвета, которые у нас есть, мы строили вокруг понятия не раздражать. Должно спокойно создавать ощущение спокойствия и комфорта. Поэтому вот нам понравилось то, что нам предложили и мы угадали, надо сказать. А вот вы как руководитель единолично принимаете решение? Вот просто по методу нравится-не нравится? То есть вот вам приносят готовое решение, вы говорите, вот это пойдет, это не пойдет. Вот, не знаю, с дизайном, с утверждением меню, с интерьером, ну с чем бы то ни было. Вы знаете, не поверите, но я принимаю минимальное количество решений. Есть команда, я абсолютно в восторге от нее. Это молодые, талантливые, от 25 до 35 лет молодые люди, одержимые идеей, которые они живут. Они, наверное, с ней спят, мне такое впечатление, потому что они всегда об этом говорят, всегда обсуждают, у них нет рабочих часов, они просыпаются раньше положенного, они уже обсуждают что-то по телефону, и очень часто я сталкиваюсь, когда они там, время уже 11 ночи, они все-таки что-то еще обсуждают, поэтому это команда, они принимают коллективные решения, они меня ставят в курс, крайне редко я изменяю это решение, практически никогда, но мы, надо сказать, мы единомышленники, и это меня радует больше всего. А где вы нашли таких людей? В России. Ну, как это все происходит? По знакомству, по объявлению, ну, каким образом? Это такой некий процесс, это не вопрос одного дня, постепенно складывалась команда, кто-то приходил, кто-то уходил, кто-то оставался, оставались те, которым идея близка, которые верят в идею, мы безусловно в нее верим, мы считаем, что она очень перспективная, потому что, ну, если посмотреть на рынок кофеин Москвы, ну, или всей России, я России вообще не буду говорить, потому что этого рынка как такового нету, Москва, Санкт-Петербург практически, больше и особенно и предложить нечего, вот, ну, даже если взять рынок Москвы, он абсолютно не развит, на сегодняшний день в Москве порядка в 7 раз меньше кофеин на душу населения, чем, скажем, в Нью-Йорке, поэтому этому рынку расти и расти, и, соответственно, мы верим в бурный рост этого сегмента. За сколько лет или, может быть, месяцев, ну, наверное, все-таки лет отбиваются вот те вложения, о которых вы сегодня говорили, вот на одну кофейню на нашем растущем рынке? Я понимаю, что по-разному, но вилку можете назвать? Если говорить о глобальных инвестициях, то я вижу это порядка 5 лет, от 3 до 5 лет. Если говорить за каждую кофейню в отдельности, то она выходит, если вот в отдельно взятом сегменте одной кофейни, но в рамках сети, то у нас показательно мы выходим на прибыльность в первые 6 месяцев, что нас очень радует. Это очень хороший показатель. Да, прекрасно. У нас нет ни одной кофейни, которая в первые 6 месяцев не вышла на прибыльность. Это значит, что мы аккуратно подбираем места, мы не открываем что не попали, а где не попали. И при этом развиваемся, что тоже очень важно, потому что если очень медленно развиваться, это тоже будет тормозить бизнес, потому что команда работает, ей нужно активно развивать что-то, поэтому мы каждые 2 месяца планируем от месяца до 2 открывается кофейни. На данный момент в Москве ваши сети сколько? 20 кофейн. 20 кофейн в Москве. Где-нибудь еще есть? Нет, у нас сейчас нет планируемых. Сначала в Питер, наверное, да? Безусловно, да, мы пойдем в Питер, но, наверное, еще даже не в этом году, а в следующем. Пока мы активно работаем, мы разработали программу франчайзинга, и сейчас уже активно получаем большое количество запросов и начинаем общаться с нашими потенциальными франчайзинами. Вы общаетесь с франчайзинами на предмет открытия, дальнейшего открытия и развития сети в Москве, или это все-таки регионы? Это и Москва, и регионы. И Москва, и регионы. То есть по системе франчайзинга вы и так, и здесь работаете? Что касается ваших, не по франчайзингу системе, а вашей сети, до какого количества кофейн вы в Москве планируете развиваться? Я думаю, что если взять наши сегодняшние 20, и мы видим, что рынок имеет потенциал роста 7 раз, то вот 150. А, умножите просто на 7. Да, и просто умножите на 7. Ну, хорошо, 100-150, я думаю, что будет более чем нормально.